Всем привет, дорогие друзья! В России к заказу в целом доступен полноприводный гибридный минивэн Denso D9 с привлекательным ценником. Denso была создана компанией Daimler и Bat еще 10 лет назад, но раскрутить эту марку до всеобщей известности у партнеров до сих пор не получилось. D9 является серьезным конкурентом моделям Buick GEL8, Toyota Alphard и Honda Odyssey. При этом он крупнее перечислены троицы, длина 5250 мм, ширина 1960 мм, высота 1920 мм. Шасси с колесной базой 3110 мм и независимой пружинной подвеской. Электропривод сдвижных дверей есть уже в базе. Крыша с маленьким люком в передней части и большой панорамной секцией сзади. Denso имеет семиместный салон. На втором ряду установлены два раздельных кресла, комфортность которых зависит от уровня оснащения. На третьем ряду установлен простой трехместный диван. Для отделки использована кожа в топ-версии NAPA, есть вставки под дерево и развитая контурная подсветка. Паспортный объем багажника от 410 до 570 литров. Самая богатая комплектация предусматривает кресла второго ряда с электроприводом, подогревом, вентиляцией, массажем и откидными подставками для ног. Для управления всем этим хозяйством в подлокотниках установлены сенсорные дисплеи. Плюс есть два телевизора по 12,8 дюйма с индивидуальными камерами для видеозвонков. На передней панели приборный экран в 10,5 дюйма, проекционный дисплей и центральный тачскрин медиасистемы на 15,5 дюйма. Есть камера кругового обзора и адаптивный круиз-контроль Denso Pilot, отвечающий второму уровню автономности. Ну а прежде чем продолжить, мы хотим вам напомнить, что наша компания ПРУВАТ занимается доставкой автомобилей из Китая как бюджет, так и люкс-сегмента. Ценник у нас один из самых демократичных. Заходите на наш сайт и убедитесь в этом сами. Идем дальше. Минивэн предлагается в двух основных разновидностях – подзаряжаемый гибрид и электромобиль. Снаружи они различаются облицовкой передней части. Вся техника заимствована из арсенала компании БАТ и уже знакома по ее моделям. Электрический минивэн имеет компоненты модульной платформы E30 и тяговую батарею серии Blade. Предусмотрены версии с передним или полным приводом. Один или два мотора соответственно. Обещанная дальность хода на одной зарядке около 600 км. Гибрид Denso D9 оснащен бензиновым турбомотором на 1,5 литра, но большую часть времени он заглушен, либо работает в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи. Только в исключительных случаях гибридная система переходит в параллельный режим. ДВС подключается к передним ведущим колесам с помощью сцепления и одноступенчатого пониженного редуктора. Коробки передач здесь нет. Гибридные минивэны тоже могут иметь передний или полный привод. Причем для версии с двумя ведущими колесами предусмотрены два варианта тяговой батареи на 50 или 190 км пробега. У полноприводных гибридов батарея только большая на 180 км. Как вам минивэн, друзья? Составит ли он серьезную конкуренцию Тойоте Альфа-Арт? Пишите в комментариях. Не забудьте также поставить свой лайк за проделанную нами работу. Это нас мотивирует на дальнейшее видео. С вами был канал ПРОВАТ. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok